Эй, привет, мой дорогой друг! Я приветствую тебя на своем канале, я Кристина Кошлева и сегодняшний влог ничему не посвящен. Это обычно неделя со мной, иногда эта неделя бывает веселее и насыщеннее, иногда бывает менее насыщеннее и дополненными разными событиями, но в общем я всю неделю пыталась для вас снимать все, что происходило в моей жизни и получился вот такой вот выпуск. Что интересно, это последняя неделя перед отъездом Макса, он заезжает вместе с нашим другом Сашей Полонцевым в дом, чтобы писать альбом свой новый. Вот поэтому этот выпуск будет пронизан, мне кажется, немножко меланхоличностью и печалькой перед перезвукой. В общем, приятного просмотра. В общем, сейчас я активно взялась за освоение музыкальных инструментов. Это наутит. Пытаюсь параллельно обучаться и по ножке гитаре. Пока что как могу, насколько хватает сил. В общем, не следите строго. И вот так вот нажимаешь. Слышишь? Нифига. А я помню, ты еще летом говорил про пластмассовую гитару, что хочешь что-то такое вот подобное себе. Ну это Крис, Крис придумала. Ну и как мне кажется, сейчас многих спасает разные народа покупки. Поэтому не без этого. Мое лечение теперь начнется. Стой, Таня, затваривайте. Масса и лаванда. Чайного дерева. Просто купила такие еще вкусные дерева. Реально. Запахи. Тут зеленый чай есть. Мелис. Оранж. Типа мандарин, апельсин. Бергамот. Лаванда. Эвкалипт. Давай эвкалипт. Не то вкусно. Ты теперь скажи лучше, ты знаешь, что такое настройка влажности? Потом мы поехали в гости к нашей любимой Оле решать всякие деловые вопросики и смотреть очень странные программы по ТВ. Обожаю. И в гости. Брешечка. Бри, покажи лапу. Вы прослушали новый трек Кристины. Что, дожди, подожди, посиди, посиди, посиди. Мне подарили кофту. Я за камняковой ручкой. Она потекла. Сейчас будем ее водить. Синопатама. Блин, сегодня такой красивый снег. Хотя послезавтра уже 1 февраля. Сейчас покажу вам. Я уже думала, что будет весна как бы. Зачем обратно возвращаться? Следующим днем мы поехали в офис к ребятам из лейбла ПМИ. Это лейбл, через который мы дистрибьютируемся. Нет второго сердечка. Ребята, всем привет. Вот. И еще нужно было забежать в магазин за шмотками. Их нужно было найти и купить. Потому что Макса позвали в одно интересное шоу. Быть судьей. Вот. И нужно было как-то одеться. Одежду. Одеть одежду. Вот. Вот так. Я просто очень люблю ходить по магазинам. Поэтому это отдельная любовь. Просто и рубрика должна быть. Такая вот жизнь. Ты что, Крис, на работу пошла? Ну, почти. Сначала мы еще должны докупить кое-какие вещи Макса на мероприятие. Да, у меня сегодня безтелефонный день. Я забыла дом. И решила мне возвращаться. Вот. Поэтому сегодня мой оператор помогает мне отснять этот влог. Макса на мероприятие. Что мы только что делали? Ходили по магазинам. И зачем? Купили мне вещей. Несколько. Там кофта, еще футболка вроде или нет. Какие-то вещи там. Ну, типа модные. А зачем купили-то? Потому что я пойду сниматься, но не в настоящей программе. Которая не существует. А когда она начнет существовать, скорее всего, меня не позовут к ней сниматься. Но мы надеемся. Мы открыли филиал в Якутске. Макса на мероприятие. Макса на мероприятия. Господи. Красивый. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И предлагаю вам написать какие-нибудь легкие простые песни, которые я, возможно, разучу на поножке и сыграю, запишу вам, может быть, даже отдельный влог об этом. О песнях, которых я выучила. Вот, поможете мне, получается, с обучением. Ну и продолжим пытаться спасти кофту, которую мне подарили на Новый год. И мне очень жалко, как бы, с ней расставаться, я бы мне еще не отходила свое. Вот. Я пыталась как могла. Короче, пришла я домой, значит. Застирала кофту, застирала пятна. Вот я достала ее. Я очень расстроена. Что делать теперь с кофтой? Не знаю. В общем, надеюсь, вы помните мою несчастную кофту, которую у меня не получилось спасти от ручки. А из-за того, что я ее пыталась, ну, оттереть, отбелить места, которые уже нельзя было спасти, ручка-то оттерлась. Но теперь на ее месте остались отбеленные такие пятнышки. Вот. Поэтому я в попытках все еще носить эту кофту, потому что она мне очень нравится. Хочу кое-что попробовать сделать. Надеюсь, вы меня простите за этот кошмар. Потому что дальше, что будет, уже не будет зависеть от меня, а будет зависеть от отбеливателя. Я надеюсь, получится так, что я буду еще носить эту кофту. Такое ощущение, что у меня вспухла щека. Так. Мы пришли, чтобы отбелить это своими глазами. Что же получилось с нашей кофтой? О, боги. Она стала сыром. Так, ну, надо ее высушить. И я покажу. Я просто пропустила здесь половину того, что я сделала. Я залила кофту отбеливателем. И я надеялась на такой результат. Короче, высушу. Сейчас покажу, что получилось. Короче, вы не поверите, но вышло даже нормально, носибельно. Ура! Я, по-моему, спасла кофту. Если это можно назвать спасением. Ну, это мой великолепный стори-тейлинг про спасение кофты заканчивается. Я рада. Вот, и наконец-то собираемся на то самое шоу, для которого мы ездили, когда покупали одежду Максу. Вот, но я, к сожалению, немножечко забыла снять реакцию после того, как мы вышли. Но хоть что-то с того дня. Звук, как рыбутся мои волосы, просто класс. В общем, мы едем на то-шоу. Максон будет там сидеть в жюри. Вроде бы как. Вот. Помните, куда мы пытались что-нибудь найти из одежды? Вот. В общем, ну, наверное, там нельзя будет снимать, но что-нибудь внутрянку какую-нибудь я вам покажу, потому что Максим не хочет. Со мной сегодня вообще ничего снимать. Не опасно? Это сборище. Сборище нет, у меня опасно. Максим сегодня не в настроении, он сказал. Я вообще отвратительный. А ты же разговаривать надо будет. Нет, не в силу, прикинь. Ты разговаривать надо будет. Все, мы едем обратно. Мы только что с шоу, с классного, прикольного, веселого. Было очень прикольно, очень весело. Надеюсь, что вы как можно скорее. Короче, увидите когда-нибудь этот проект, и мы тоже сможем вам рассказать о нем. Короче, очень классно, очень весело. Сейчас мы поедем, ну, уже едем домой, будем отдыхать. Макс был очень красивый в Лонг-Сливе. Очень красивый в Лонг-Сливе. Ну, а по приезду нас уже ждал наш друг Саша Половцев, музыкант. И тот самый человек, который поедет вместе с Максимом в дом писать Максу третий альбом. Ну, я думаю, что я запишу об этом тоже отдельный блог. Съезжу к пацанам, мы посмотрим, как они там живут, что они там делают. И как вообще строится быт у музыкантов, которые сохранились здесь писать альбом. Если вам интересно об этом узнать, то напишите, накидайте как можно больше комментариев. Будем снимать, если как бы будет много людей, кому это интересно. Идем, идем, идем. Саша? А я тоже. Что делает? Собираюсь у тебя свадебать, давай перейти с Лафаном. Реально? Да. Надолго? Нет. На чуть-чуть. Не буду приезжать. Ладно. Тут какие-то непонятные вещи, реально. Какую-то лампу сипает. Ты съезжаешься с Сашей? Ну, позже, ты можешь через разницу сказать. А мысли? Ну, все, Максимка готов, короче. Отплыть ее. Что-то я не снимаю свой блог, как мне четырех раз в ногу вколола. Я не хочу это снимать. Так, все уехали, уже прошло несколько часов. Сейчас я еду на концерт одного человека. Надеюсь, вы узнаете, кто это. Нет, просто нет. Я реально не ухалил. Правда. Да, ты не узнаешь, ты не узнаешь. Да-да-да, я хотел пожутить, что тебя не узнать в одежде. Я бы сам так выступал. Это фантастика. Да, у меня... Я ебат! Последний раз у нас была не очень удачная встреча. Я пока шла из метро, я пыталась рассказать. Мы пришли на концерт, как вы поняли, к Родиону и ребятам, которых он поспал. Мы поставим ставки, вас поспал через сколько он приедет. Вот, мы постараемся показать вам, кто сегодня пришел в гости к Роди. И вы вместе с нами окунетесь в те волшебные времена. Итак, привет! Очень сложно работать, вообще-то между прочим. Мы серьезно. Мы начинаем наш замечательный концерт. Нас, на самом деле, немало. И если мы вообще соберемся в питочке вот этому замечательному по кругу, да, и будем здесь водить хоровод, все подумают, что мы странные. Но, готовя эту программу, я сделал выводы, что это больше музыка для прослушивания, да, чем для танцев. Но я умудряюсь под нее танцевать. Учитесь. Я люблю тебя, ведь я люблю только себя. Я люблю тебя. У меня вопрос по Андрею. Вам понравился концерт? Просто молодец. Все ребята сегодня, которые были тоже. Что? Все ребята, которые сегодня были. А, ну, конечно, Тим и Никитос. И Тос вообще призываются. Настикам. Всем призываться участия. Ну, вот и все. Надеюсь, тебе было интересно прожить со мной одну неделю. Поэтому подписывайся на этот канал, ставь колокольчик, пиши комментарий, понравился ли тебе сегодняшний выпуск или нет. Тут будет еще много интересного про музыку, про искусство и про мою жизнь. Всех обнимаю и целую. До новых встреч.